Алексей Армалинский с вами говорит, сегодня 22 декабря. Закончился финальный матч финального турнира серии Гран-при. И вы уже знаете, конечно, технические результаты. Ян Непомнящий одержал победу со счетом 1,5 на пол очка. Выиграл этот турнир, добавил в свою копилку еще 10 очков для общего зачета Гран-при. И в этом общем зачете финишировал вторым за Александром Грещуковым. Ну, можно сказать, что триумф российских шахматистов в этой серии. В общем, лучше поздно, чем никогда. Я бы так сказал, что в течение всего этого года, 2019-го, но, откровенно говоря, не блистали в других соревнованиях российские шахматисты. Ну, в общем-то, играли неплохо, конечно, в таргане года своей блестящей игрой. Но, в общем, скажем так, хороший подарок преподнес Ян Непомнящий, любителям шахмата России, в общем-то, ну, под конец года, под Новый год. Ну, что ж, посмотрим, как все это было. Вот, нужно, конечно, с первой партии начать. Я знаю, что она анализирована была, везде напечатана, где только можно. Напечатано – неправильное слово, конечно, но сейчас все на интернете. Вот, но у меня есть тут две копеечки добавить, поскольку я знаком с этим вариантом, который случился в первой партии. Ну, что ж, поехали. Значит, английское начало. В ИИ, кстати, вот этот вариант играет за оба цвета. Ну, была партия за черных, кстати, не очень удачная. Он как-то перепутал там ходы в дебюте и довольно быстро проиграл. Но, в общем-то, знание есть знание, что говорится. Иногда люди говорят, ой, я не хочу это за черных играть, я так белыми играю. Ну, подход совершенно неправильный, поскольку вы играете за белых, за черных, хоть за зеленых. Вы знаете об этом варианте больше, чем ваши противники. Ну, я полагаю. Разумеется, нужно играть за оба цвета. Вот конь Б5, ну, наверное, пришел на смену старому ходу конь Б3. Хотя, конечно, там еще последнее слово, наверное, не сказано. Вот. И, ну, идея очевидная, конечно, конь Д6 шаг. Но черные играют конь Е5 все равно. Отвечают так же, как они отвечают на ход конь Б3. Ну, вот здесь и ферзь С6. Есть идея, конечно, черные просто хотят замутить воду немножко, как черным и полагается. Иначе белые все расставят и будут потом иметь преимущество долгое время в Миттершпиле и до самого Эншпиле. Поэтому правильно, конечно, черные играют. Ну, здесь, думаю, что Ян не задумывался. Это все-таки теория. Ну, вот Слон Ж2. Дело такое было. Для меня, по крайней мере, в общем. Ж2 довольно много лет назад. Был это 2010 год. Я играл в национальном чемпионате Америки. Турнир был, скажем так, по интересной системе. Это была швейцарская система. Но там был отбор. И потом первые четыре должны были разыгрывать между собой тело-чемпиона. Ну, до первой четверки я не добрался. Честно говоря, я не претендовал. Вообще, играл довольно скверно весь турнир. Вот. Но партия была у меня с Сергеем Кудряным. Старым моим соперником. Мы сыграли, наверное, 30 партий, если не больше. В различных турнирах за последние там... Ну, за это все время. Тоже за 30 лет, наверное. Вот. И я очень серьезно готовился к этой партии. Я вообще перепахал столько. Ну, вообще, весь турнир для меня был. Я так хотел хорошо сыграть, что я занимался просто круглосуточно. Что, в принципе, неправильно, конечно. Во время турнира нельзя заниматься дебютом. Нужно настраиваться на партию. Отдыхать нужно. Готовиться другим путем. Ну, в общем, я как-то так получилось, что пахал и пахал. И вот, ну, вот в этой позиции в то время, вот, ход с ВНФ4 рассматривался. Но там, там, в общем, получается, конечно, заваруха некоторая. Ну, черные играют конь G4, потом берут на F2, белые отдают эту пешку. Так Левона Ронян играл. Ну, в общем, много там уже, к тому даже моменту было много партий. И пришли к выводу, что там ничья. Вы можете это сами посмотреть. Так вот, я решил спокойным ходом с ВНЖ2 немножко запутать ситуацию для Сергея. Но он ответил А6. То есть, все было вот как по нашей партии. Ладья Б8. Опять же, есть другие продолжения. Но все-таки у нас нет времени для полной теоретической дискуссии. Поэтому, поэтому давайте последуем этим партиям. И вообще говоря, когда я на партию шел, я думал, если эта позиция случится, то я пойду слон на Е3, разменяюсь и переведу все это дело в Эншпиль. В общем, это, наверное, более психологическое решение, чем чисто шахматное. Поскольку, ну, я с Сергеем много играл, и в основном его силы игры в Миттершпиле. И я подумал, что в окончании, ну, потом, если послушать Сергея Юрьевича Шипова, то он вам скажет, что для ежистов важно сохранить ферезей. Вот он не любит, когда ферези меняются в ежах. Ну, а если Шипов не любит, значит, это не надо любить. Ну, вот, к сожалению, не знаю, может, к счастью, когда я задумался об этом еще раз во время партии, я вдруг подумал, а что, если черные Б6 пойдут? Все-таки структура будет не совсем тогда ежистая, а какая-то она будет вот такая. Ну, вообще говоря, белыми, конечно, такие позиции можно играть и нужно. Поскольку есть какой-то баланс немного нарушен. Все-таки слон против коня. Вы скажете, что слон там ударяет по каким-то пустым полям, ну, может быть и так, но он их контролирует. В принципе, план был бы здесь надвигаться, конечно, на королевском фланге. И как-то ферзи его держать в безопасности. Плана СА4 у черных нет, пока конь стоит на СА3. Ну, вот, задумавшись на секунду или на минуту, я вот, что-то мне не понравился этот ход с G5. Я подумал, ну, как же теперь я надвину. Ну, у черных король на Е7, у них лучше мобилизация. Ф4 ходить откровенно рискованно. Потому что черные начнут конями скакать там по всем полям. Конь с G6 на H4, другой на G4. Ну, в общем, это мышца плохо кончится. А если играть более выдержанно, то, ну, наверное, Ф4 будет очень трудно провести. В итоге я от этого дела отказался и пошел конь А3. Это, ну, в общем, уже было за доской. Так вот, в этой позиции, ну, опять же, можно вернуться к нашей главной партии. У черных много возможностей, включая взятие здесь. Ну, вот, белые могут пожертвовать пешку. Вообще, вся игра белых в этом варианте основана на жертве пешки C4. Поскольку чернопольный слон, он, с точки зрения компенсации, вполне достаточно, окажется. Ну, вот, надо просто как-то вытеснить черные фигуры и белым развернуться самим. Ну, вот, после размера на B3, коню приходится уходить с C4, тогда слон выйдет на F4, ну, и так далее. Наверное. Ну, то есть, и так далее, это громко сказано. Там у черных есть ресурсы игры. Вот, ну, можно пойти слон Е7. Вообще, для настоящего... ...дели ежеведения. Вот слон Е7, наверное, более подходящее дело. Но вот белым нужно рокироваться, поскольку слон F4 сразу не проходил, а на B2 висел. Сейчас-то можно, конечно, так пойти. Ну, что ж, ну, немножко неловко черным было. Да, они поставили ферзя на B6, но ферзь-то уйдет на C7. А там и пешка на B6 придет. И слон на B7. У белых конь на А3. Тоже, собственно говоря, случается такое. Правда, в вариантах, где конь на А3 оказывается против ежа, они получаются-то у нас из сицилианской, где против порядка ходов конь C6 и Е6, белый играет конь B5, как Карпов играл. Да и другие. Ну, в общем, трудно сказать. Наверное, все по большому счету уравняется, как-то устаканится. Обе стороны сумеют расставить свои фигуры, и начнется стандартная игра в ежа. В общем, для черных, ну, неплохо. Ну, что делать? Если играешь ежа, так играешь. Вот, наверное, Яну просто это было не по душе. Поэтому он пошел с вон C5. Он, кстати, раздумывал над выбором ходов в дебюте. И сделал этот ход, который и Сергей Кудрин со мной сыграл. Вот сюда, ладья B1, я пошел. Потом были еще партии на эту тему. И вот здесь ключевая позиция. Опять же, черные задумались, довольно серьезно. Я во время партии, честно говоря, опасался хода D6. Я был не уверен, что я этого слона поймаю. Ну, то есть, я его поймаю на размен. Недавно была партия, которую молодой индусский шахматист Нихал Сарин провел очень хорошо и выиграл. Он, по-моему, а нет, он не выиграл. Он преимущество имел. Не сумел выиграть. Техники не хватило. Против Максима Радштейна. Вот у них такое получилось. Но я вот был не уверен, честно говоря. Я думал, как-то эта пешка на C4 немножко слабовата. Но как вот играл Нихал Сарин. Здорово очень. C5 сразу. Похоже, у белых все-таки получше. Другая возможность пойти слон Е7. Так сыграл со мной Сергей Кудрин. И я сделал все такие ходы самые напрашивающиеся. Но вот здесь я подумал, все-таки, ну, хоть и слон на D7. Не так это важно. Поставит он B6. Что я буду делать дальше? Конь у меня стоит на А3. Защищает пешку на C4. Но вывести его трудно. Игры, в общем, пешками в центре нет. Я решил в своем стиле сразу этого ежа немножко потрепать. Пока он совсем не ощетинился. И сделал я вот такой ход C5. Все было бы хорошо. Я рассчитывал, что черные возьмут. И я думал пойти B5. Жертва пешки позиционная. Основанная на связке, разумеется, тактический мотив. И позиционное основание есть. Пулит C4 где-то. В общем-то, неплохо. А Сергей ответил очень сильно. Он пошел B5. Главная идея ограничить белого коня на А3. Не дать ему выйти. Мне, ну, не знаю я, что и сказать. Конечно, я мог взять на D6. Наверное, там примерное равенство. Я пошел на эту позицию, которую толком я оценить не мог. Мне казалось, что по структуре, конечно, белые за счет пешки C5 должны стоять неплохо. Но кони ужасные на C2 и на C3. В общем, я не уверен, что у меня было преимущество. Повезло мне немного в цветноте. Сергей ошибся. Веншпиле уже. И я сумел эту партию выиграть. Что об этом знал Ян, сказать трудно. Может, ничего. И он задумался здесь и сделал ход ферзь B4. Интересный ход. Особенно он интересным показался в ИИ, который в ответ просидел больше 50 минут. Что, в принципе, недопустимо. Когда мы говорим задумался, ну, значит, задумался это 10 минут. Наверное, максимум 20 в современных шахматах. 50-минутные раздумья, они скорее, во-первых, они ни к чему не приводят. Они непродуктивные. Во-вторых, они выводят АКК из равновесия. Он знает, что он делает не то. Он знает, что он не имеет права так поступать. И это отражается на последующей игре. Особенно в ситуации, когда, ну, особенно тебе ничего не грозит, да? Ладно бы мат грозил бы с трех сторон. И ты сидел, думал 50 минут, пока не нашел единственную защиту. С этим бы я еще мог смириться. А вот в такой позиции надо решаться побыстрее. Много было возможностей. Можно было разменяться спокойно. В общем, черные-то ничем не грозят. Пускай они этого слона отдадут. Хоть за одного коня, хоть за другого. Главное, чтобы не за двух. Ну и слон Ф4 на подходе. Играй себе спокойно. Думаю, что у белых все в порядке. Ход Ферзь Д1, который он сделал. Идейный, конечно, сохранить Ферзей. Может быть, в стиле ВИ, который вообще-то любит больше Миттершпиль, чем Эншбль. И он посчитал, что если до такого вот дела дойдет, до такой наглости, то он сразу выиграет партию, поскольку здесь он поймает на вилку. А в случае Ферзь Б6, ну, эта вилка вроде бы не страшная. А вот что за вилкой последует, хоть Б3, оттесняющий коня, а потом слон А3, вот это вот уже будет страшно. Поэтому на Ц4 бить нельзя. То есть, конечно, это все замечательно, но, наверное, не нужно было 50 минут для того, чтобы эти варианты найти. Ян, естественно, быстро пошел Д6. Я думаю, что у Яна уже загорелись глазки, поскольку противник лезет в цитнот, а для него сваще этого ничего не бывает в шахматах. Хотя позиция, объективно говоря, у белых очень хорошая. Компьютеры рекомендовали ход Слонжи 5, который, я думаю, в старину сделали бы и без компьютера бы сделали. Потому что, ну что ж, разменялся на Ф6. Конь Е4 пошел. Все-таки Слона не хватает на Е7 в защите. Разные тут есть варианты, вы можете посмотреть потом сами. У белых всегда есть некоторое преимущество. Черные, правда, не проигрывают. Но вот конь А4 ход, наверное, все-таки немного не туда. Забирает, конечно, на Слона преимущество двух Слонов. Во-первых, что тут неясно? Что было бы после принятия жертвы пешки? Опровержения этому ходу нет. Ян в силу своего понимания, вот не даже не шахмат, а игротской стороны шахмат, он предпочитает в таких ситуациях делать ходы, которые противник менее всего ожидал. Это очень сильная практическая сторона его игры. Вот многие говорят, ой, Ян шлепает, он там быстро играет, и так нельзя, вот если бы он думал, он был бы, он с Карлсоном боролся за звание чемпиона мира. Ну, во-первых, может, он еще будет бороться. Мы об этом узнаем в конце марта, когда закончится турнир претендентов. Во-вторых, я сам, как бывший практический игрок, скажу, что это очень-очень неприятно, когда противник играет быстро и делает неожиданные ходы. Выводит это из равновесия, и с точки зрения Гродской, это может быть самая правильная тактика, если вы можете это делать. Так поступал Анан, молодой, особенно в трудных позициях. Играл еще быстрее. Вот так вот, такая вот правда жизненная. Говоря о шахматной стороне, ну что ж, размены, конечно. Ну, я не знаю, вообще-то. Опять же, люди смотрят в компьютер, комментировать надо, надо о чем-то говорить. Ну, вот такие ходы. Ну, опять же, можно и без компьютера найти. Ферз Д2. И говорят, у белых лучше. Ну, да, потому что компьютер показал там какие-то, какие-то циферки. В реальной жизни я не знаю. Надо, надо, чтобы вам эта позиция понравилась. Все-таки она встречается в ежах, конечно. В английских ежах, поскольку пешка осталась на Е2. Встречается такое дело. Да, черные могут провести Б5. Можно как-то аккуратненько против этой пешки играть. А черным трудно надвигать пешки в центре. У них нет чернопольного свона. Согласен я с этим. Но все-таки, ну, не каждый человек эту позицию примет с распростертыми объятиями. Кажется, ну, вот сейчас разменяют свонов. Ну, конь у меня на А3. Наверное, все должно начинаться с хода Ф3. Но это, наверное, нужно крамником быть, чтобы Ф3 пойти автоматически, даже не задумываясь. Ход-то, в принципе, тяжелый для восприятия. Запирайте собственного свона. А так играть надо. Поскольку черным без Д5 развернуться невозможно, тогда их слон будет мешать только собственным фигурам. Он и сейчас уже мешает. Уже на Б5 висит. Ну, правильно, конечно. Компьютеры это все понимают. Но шахматисту это понять. Особенно, если нет опыта вот такой игры из английского начала. Наверное, у ВИ все-таки такого большого опыта нет. Он пошел с Лунжи 5. И... Наверное, у черных здесь все в порядке. Я предполагаю, что все в порядке. Хотя игра пошла очень интересная здесь. И, опять же, баланс был нарушен. То есть, взять я на Ф6 нарушил этот баланс. К сожалению, для белых фигурок маловато, чтобы заботовать. Однако, ВИ и попытался. Пошел Ф4. И Е3. И здесь перевел Ферезя. Ян действует абсолютно правильно. Призраков бояться не надо. Надо забирать пешки. И ставить противника в такую ситуацию. А вот докажи. Ну, вот ничьи он сумел доказать. Вообще-то, с практической точки зрения, учитывая все эти переживания и 50-минутные раздумья в один момент, наверное, ВИ следовало бы повторить ходы и выйти на следующий день на борьбу все-таки при равном счете. Наверное, парень завелся все-таки молодой, горячий. Хотя и выглядит совершенно бесстрастным. Ну, кто знает, какие там эмоции кипят под вот этой маской игрока в покер. Ну, пошел конь Б5. Яна хлебом не корми. Дай ему нарушить материальное равновесие. И партию в какую-то отправить такую... Ну, какой-то разворот такой резкий. Вот водья 2 угрожает. Коня бить на Д7 нельзя. У противника времени маловато. В общем, то, что надо. Объективно говоря, белые в этой позиции, как и полагается, должны были разменять владью. Когда у тебя лишние качества, всегда нужно разменять оставшуюся владью у противника. Это самый правильный подход. Посчитать пришлось бы, да. Ну, вот пешку мы останавливаем. Черные могут забрать на Е3 или на H2. После ферзца 1 шаг. Ну, какая разница, где бы они не забрали, закончится дело ничьей. Пешка на Б2 будет отыграна. Ну, что черным делать? В общем-то, кони две пешки не обыграют владью. Хорошо бы коня подключить с ферзом, пошиховать, помотовать. Но, наверное, это невозможно, как этого коня подвести. Равная была бы позиция. А вот здесь, как он сыграл, фигуры-то остались на доске. Пешка Е3 потерялась. Однако тактику ВАИ выйдет блестяще. Несмотря на отсутствие времени, он увидел, что ладьон никак не теряет. Никаких шахов тут нет. Что было здесь? Ну, можно было пойти ладья А3. Наверное, это был правильный ход. Тут есть одна удивительная вещь. Я не знаю, какой ход сделать. Ну, может быть, ладья А7, допустим. Мне кажется, что в этой позиции можно пойти конь Б6. С идеей привести коня на Д5. Поскольку здесь... А, нет. Минутку. Не так, не так, не так, не так. Надо шах давать. Короля отгоняем. Ну, там, не знаю. Может быть, на Ж2. Как же я хотел? Я хотел где-то конь Б6. А, прикролено Х1. Это только возможно. Да, наверное, белые все-таки... Все-таки не будут... Не будут так уж помогать. Здесь я вот думал, что, может быть, можно конь Б6. Но идея в этом. Ладья Б1 уже нет из Аферзи Е4. А здесь... Может быть, черные заматуют. Но, опять же, все это может быть. Это все-таки идея. Как это оформить, было неизвестно. В общем, и Яну было непонятно. Он, честно говоря, он продолжил партию в правильном ключе. Игру он не форсировал. И, можно сказать, даже затягивал. Время у противника уходило. Уходило и уходило. Ну, вот так играют современные профессионалы этого шахматного искусства. Они... Ну, в общем, лучший ход они не всегда ищут. Они ищут тот ход, который не дает противнику возможность разрядить обстановку. Вот, наверное, так я бы сформулировал. И здорово это получается. Играют при этом очень быстро. А контроль у нас становится все короче и короче. И, наверное, в этом и есть смысл всей шахматной игры сейчас. Абсолютную истину искать не нужно, поскольку ее компьютеры и так знают. Твоя задача – обыграть конкретного белкового противника, который на данный момент находится под давлением, в цитнотик залезает и вообще выглядит неуверенно. Ну, кто это может сделать лучше, чем Ян Непомнящий? Наверное, Магнус Карлсон. Ну, все они это могут. Размен владей произошел. В общем, начались какие-то прыжки. Я буду просто сам прыгать тут. Ничего не изменилось. Вот характерно для Яна. Но другой бы двинул Е5, да? Кажется, о, попался. Бить нельзя. Ферзь Ж4. Мат. А Яна-то отклоняет. А почему? А потому что такой ход. Вот вы пройдете вперед. Может быть, печечная структура и усилилась. Сейчас бы черным уже неплохо ферзей разменять. Однако, владея Ж8 шахты грозит. Какой-то здесь есть ход, конечно, король. Аж пять. Сам угрожая матом. Ну, в общем, ситуация непонятная, скажем так. Яну это было не нужно. Он не хотел давать противника никакой контр-игры. Он продолжил. Он пошел А6. Ну, в общем, я даже не знаю, что и сказать здесь. Ключевой момент, наверное, возник в партии, когда все-таки Ян... Опять же, ничего не происходит. Ходов было сделано немерено. Десятки. 83-й ход. В общем-то, 84-й даже. Ян вдруг, когда, наверное, противник думал уже, Д4 никогда не будет сыграна, двинул Д4. Кажется, что пешка отрывается немножко. Танки от пехоты. Однако, пока она на Д3 жива. Ну, здесь что получается? Ферзь С3 ходить нельзя, поскольку Кунь Е4. И белые проигрывают. А вот Ферзь А3 можно и нужно было пойти. Пешку, конечно, необходимо уничтожать. Ну, посмотрел какой-то вариантик здесь. Опять же, такое возможно. Здесь Билом паниковать не нужно. Хорошо, потеряем качество назад. Но без пешки Д. Ферзь Веншпель черным будет очень трудно выиграть, если вообще возможно. Как они начнут это все двигать, король откроется, и будут шансы на вечный шаг. Ну, я не представляю, как можно это проиграть. Мне кажется, что ничья. А пошел очень неудачно ВИ, Ферзь Е5. Думал, что разменяется так, и сделает ничью в Веншпеле. Конь и две пешки обычно у ладьи не выигрывают, если эти пешки только не такие, как вот такие. А здесь-то дело совсем труба для китайского шахматиста, поскольку конь Д5 королем не подойти. Но пешки очень далеко прошли. Такие две связаны. И еще пешек много, поэтому никаких вариаций с отдачей води за две пешки пока не предвидится. Но Ян уверенно реализовал все это дело. Что тут церемония? Теперь у него даже три. Сдался здесь ВИ. Вот это и была решающая партия. Отыграться... Отыграться белыми. Да и даже непросто. А уж черными. Черными совсем тяжело. Случается, да. Случается. Много я видел Кубков Мира. Играл сам... Играл сам эти турниры по олимпийской системе с выбиванием. Они назывались там чемпионаты мира. Это конец девяностых... Один раз даже вылетел вот так вот. Выиграл первую партию черными у Вадима Милова. А потом белыми проиграл. А потом где-то в Блице проиграл. Ну, бывает. Но все-таки люди набираются опыта. Я, мне кажется, слишком нервничал. Ну, давайте быстренько пробежим глазами, что тут было. Одеваться некуда. Начинается Пирс. Он же у финцев. Но только с таким еще вывертом. Сейчас так играют многие. Накамура так много играл в Блице. За белых и за черных. Такая симметричная расстановка из каких-то древних шахмат. Из какого-то шатранжа, что ли, не знаю. С каких-то, в общем, глубин веков. А с точки... Если посмотреть немножко в современную историю, был такой мастер у Ителки. Чешский мастер. Так вот он это и играл. Я все время с удовольствием смотрел его партии из шахматного бюллетеня или там шахматы в СССР. Этих журналов. Но это давно все было до всяких компьютеров. И как только натыкался на очередной у Ителки, очень меня это веселило. И мы все это дело смотрели. Вот. Давайте, значит, двигаться. Да, вот так и расставляется. У черных полная симметрия в отношении самого себя. Аш-3. Вот что интересно. У меня через другой порядок ходов. Здесь белые могли пойти слон С4. Это второй ход с Ваном. Я-то потерял темп на другие ходы СВана, потому что я пошел там слон с Ж5 и назад на Е3. У меня была очень интересная партия. Мой противник тоже пошел Ж5. Как мы и увидим, как ВАИ сыграл. И я ответил так. Мой противник плохой такой опытный международный мастер. Вы не знаете, конечно. Майкл Брукс из Канзаса. Боец по опен-турнирам. Играет их очень много. Я повел коня на Ж3. И он ответил в 5, как и предполагалось. И вот здесь вот эта вот штучка с водой на Е1 для меня сработала. Знаете, пешкой-то бить нельзя. Слон бьет Ж5. Вскрытый шах и на ферзя. В общем, я конем на Е6 попал и сумел выиграть партию. Ну, странная немножко идея, конечно. Ход H3 выглядит более нормальным, чем с функцией 4. Вопросов нет. Все равно Д5 было сыграно. Это правильно. Вот теперь, поскольку белым коня С3 сразу к пулю F5 не привести, то вот такой вот маневр. Я даже не знаю, честно говоря. На рокировку, возможно, белые ответят ходом H4. Может вообще F5 пойти допустить свой наш 5 шах? Дело такое. Дело, конечно, каждого трудящегося. Как такие позиции разыгрывать, все равно будет рискованно. Пошел конь G6. На F4 это конь приходит. Но я думаю, что задержка с ходом F5 для черных бесперспективна по большому счету. Надо все-таки подрывать центр. Там у белых и пешки на C4 нет. Все-таки она на C2. Кто его знает? Может быть на D5 рухнет. Это для меня все не выглядит очень хорошо. Уверенно достаточно действовал здесь Ян. Я думал, конь бьет G4 и H5. Но это просто не проходит конкретно, поскольку так как не проходит. Вот отойти назад, отдать эту пешку, пойти сюда, выйти в ферзем на D7 и уйти в 3-0. Конечно, у белых конь на F5 придет. Но этого коня когда-то можно будет попробовать разменять. С практической точки зрения может быть так было лучше играть. Без пешки, наверное, плохо объективно. Но игра есть игра. Кто знает, что произойдет. Противник может занервничать. А вместо этого это все было, конечно, предусмотрено. Отход F3 Белым перед взятием на F4, чтобы слон не попался, нужно освободить клетку для слона. И теперь отойти, чтобы не было вскрытого шаха. Все по науке. В общем, делать здесь нечего. Черные пришли в тупик. То есть фигуру пришлось отдать. Отходить назад, конечно, было невозможно. За ней пришлось отдать вторую, чтобы открыть ферзью выход на G5. Так он и вышел. Но здесь Ян задумался. Я думаю, что он видел все. Я уверен, что он видел ход слон бьет B6, после чего мата никакого нет. Хонь стоит на H2, черный слон на H6 это еще та атакующая фигура. Да, хорошо, что скажем здесь. Сколько пешек-то со счета сбился? Две. Было бы три. Была пешка на C7. У черных были бы хорошие перспективы. А этой пешки нет. Нет ее. На D6 висит. Ферзь его фланг, видимо, рухнет. Следующим ходом белые пойдут, скорее всего, в F3. Я думаю, что белых выиграны. А так и компьютер думает. А Ян пошел себе конь Е3. А почему? Потому что он знал, какой счет был в матче. И здесь никакого другого выхода не было, как у Вии. У Вии, как объявить вечный шаг. Он его и объявил. Поскольку иначе не хватает всего двух фигурок. На F5, вы говорите, почему не побил? Ладья Е3 опасался. Законно опасался ходу Ладья Е3. Вот так все и кончилось. Кончилось все вечным шагом. Ну что ж, у нас долгий, довольный разговор получился. Я надеюсь, вам хватит терпения досмотреть все это до конца. Еще раз поздравление Яну Непомнящему. Вот. А, ну все говорят про бедного, бедного француза, бедного Вашьи Лаграва. Ну, кто его знает? Сидят люди, решают, кто будет восьмым участником турнира претендентов. Им и решать. Вот. Я надеюсь, что прислушиваться к мнению шахматного мира, руководство российских шахмат и все-таки даст возможность Максиму Вашьи Лаграву выступить в Екатеринбурге в следующем году. На этом прощаюсь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok